Мой дружок пирожок, если тебе нужны деньги, буст уровня, или открытие всего заблокированного, то заходи в мою группу по прокачке. Тысячи довольных дружечков пирожочков уже не думают об умелом фарме. Прокачиваем быстро, качественно, и недорого. Доверь свой аккаунт настоящим профессионалам. Прокачаем как на ПК, так и на все консоли. Ссылочка на группу в описании, переходи, и заказывай самую надежную прокачку. Дружочки пирожочки, всем привет, ну что, новая бонусная неделя без особых бонусов, зато с конкретным нерфом Кая Перика, не раз об этом говорил, что роки это сделают, и они сделали. Но что именно уже в конце видоса, если же отбросить нерф Кая Перика, то бонусная неделя получилась жиденькой, крайне жидкой, прям вот как будто струя из жопы, и ты не понимаешь когда это закончится. Начнем с новенького, да, роки добавили кое-что новое. Крепитесь, это красный о футболках и пимун, которая по идее должна светиться в темноте, но Павлик такую шляпу Боярского надевать не стал, и проверять тоже. Также кто не заходил последние две недели в ЖТ Анлин, на этой неделе можно забрать вот такую шляпу, но уже не Боярского. Альпийская шляпа выглядит на шлакоблоке Павлика весьма скверно, но тем не менее эти две вещицы навсегда останутся в вашем гардеробе, если вы зайдете в ЖТ Анлин на этой неделе. К скидкам. 50% скидка на Динку Сигой. Странный автомобиль, но для любителей Хонды зайдет. Наруинер Зязая 8 скидка 30%. Странный автомобиль. Популярностью не пользуется. Также скидка 30% на Динку РТ-3000. Симпатичная Хонда с неплохой вариацией тюнинга, но как гоночный автомобиль. Овощ, поэтому взять можно просто для покатушек по сессии. 40% скидка на целотик Ленкс. Купить его можно только тут с ценником чуть больше одного ляма. У меня на канале есть обзорчик с этой бричкой, там можно встретить и шоколадную Нугу и Пэри вместе. Автомобиль симпатичный, но уже отжил свое как гоночный болид. Также скидка 40% на Диубаши Сван Сванти. Выглядит охуенно, но среди топ-спарткаров его не найти. Симпатичная бричка для гаража и редких покатушек по Лос-Сантосу. Цена на этот аппарат 417 тысяч баксов. Цена хорошая, автомобиль красивый. Теперь по недвижке, 40% скидка на улучшение и модификации клабхаусов. Сами клабхаусы же за фулл прайс, так что можно что-то изменить или добавить уже в существующем. Такая же скидка 40% на улучшение бункера. Естественно сам бункер придется покупать за фулл прайс. Офисы тоже с такой же скидкой, только на улучшение. Но и про ночные клубы не забыли, тут тоже скидка 40% на все улучшения, включая подвальные помещения и гаражи. Теперь по бонусной части. В два раза больше денег и опыта можно поиметь в противоборстве Астала Виста. Отсылочка на терминатора второго из Сенки на реке Лос-Сантоса. Одни на велосипедах пытаются добраться до финальной точки, другие на тягачах пытаются их раздавить. У всех условия на победу равные, на велосипеде можно легко маневрировать, но он медленный. А на тягачи можно снести к хуям велосипед, но в случае чего с тормозами там беда. В общем раньше тут часть развлекались. Также бонусы по скорости. Производство товаров на предприятиях мото-клубы и в бункере в два раза быстрее. Хоть и бонусов за это нет, но на пассиве можно будет заработать лишнюю копейку. Также в ночном клубе все товары будут фармиться в два раза быстрее. Не забудьте проверить, не заполнилась ли одна из продукций там на 100%. Ну и если прийти на склад, то заказав товар у техника или у той же лупы, то они привезут ящики на склад спецгрузов в два раза быстрее, то есть за 24 минуты, а не за 48 как обычно. И по бонусам можно сказать что все. В оружейном фургоне, который сегодня находится тут, и расположение этого фургона я каждый день публикую в своей телеге. Ничего особо интересного нет, но все же у кого нет атомизатора или же тактического ПП, можете заглянуть. В остальном шляпа шляпная. Но и чтобы не пропускать фургончик и не искать его, переходите в мою телегу. Там актуалочка на каждый день не только с фургоном, но и с дилерами и с сундуком, который принесет вам денег, если вы его найдете. В Лухури витрине у нас тут самый линкс по скидке, и Динка РТ3000. На сайте обычном можно купить только Динку, так что задумайтесь, нужен ли вам линкс или нет. У Симончика тоже интересный набор из бричек. Все это правда можно купить на обычном сайте, кроме Фельсера, древняя бричка. Но выглядит все равно неплохо. Я немного покатался на этом спартере. Естественно это овощная бричка, но мне все равно понравилось. Да, управление тут слабое, зато если отпустить газ в повороте, она неплохо заходит в эти повороты с небольшим заносом. Цена смешная, всего 145 тысяч баксов, но это больше походит на ковыряние в старом сундуке с игрушками. Когда ты приехал в родительский дом и решил заглянуть в чулан, прикольно посмотреть, пощупать, но домой ты это естественно не заберешь. Поэтому на этой бричке можно в кайф покататься и просто как на тестовом автомобиле. В автоклубе у нас Сентинелк Классик, относительно новый спорткар. Ну как относительно, в декабре 17 года вышел он, я вообще охереваю от того как быстро время летит. Хотя я его явно путаю с широкой версией, которая вышла в прошлом ноябре. Ну да ладно, получить этот спорткар легко. Пятое место в гонках автоклуба всего лишь два дня подряд и бричка уже ваша. Покатать по тестовым можно вот на этих бричках, их также можно прям тут и купить. Сосный набор из Rapid GT, который уже нельзя купить просто так. Также с WANCE WANTI, который сейчас тут можно купить по скидке. Ну и не забыли про прекрасный автомобиль Джестер Классик, который относится к классу спорткары, но все еще встречается в классе спортклассика в дефолтном виде на гонках. Отличный наборчик получился. Ну а в казике у нас еще один замечательный автомобиль Пенумбра Форсаж, что Джестер Классик, что эту Пенумбру можно затюнинговать так же как в любимом фильме детства. Я решил выбить эту бричку, и так как вы уже видели как Павлик рассекает на ней, то поняли, что у Павлика это получилось. Тут я не стал ждать какие-то секунды, а ебанул рулетку сразу же как это было возможно, надрачивая кнопку еще до возможности прокрутить. Как в итоге у Павлика отличный автомобиль теперь в гараже. Ну и теперь самое-самое, начнем с приятного. Противоборство нападения на Кайперика теперь на постоянной основе будет приносить в два раза больше денег, увеличили также выплаты за дополнительные цели. Роки по ходу поняли, что это противоборство долгое, и хоть интересное, рано или поздно все надоедает, и таким образом решили привлечь внимание. А вот отвлечь внимание Роки пытаются от ограбления Кайперика. Там сильно порезали доходность с основных целей и дополнительных, не трогали только такие цели как файлы Мадрасо, то есть по сути это только первая миссия на Кай, дальше это выполнить уже нельзя, а также розовый алмаз, который так выпадает крайне редко. А вот бутылочка Текилки например, которая до обновления стоила 990 тысяч на высокой сложности, стала стоить 693 тысячи, то есть Роки просто взяли и обрубили цену на 30%, и это не только на эту бонусную неделю, а навсегда. И не факт, что Роки не будут и дальше душить Кайперика, пока не поймут, что это ограбление не стало основным способом заработать денег в GTA Online. Весь список изменений можете найти по ссылочке в описании, там все изменения по основным целям и дополнительным. Это конечно все печально, но к этому все шло. Изначально доходность этого ограбления была крайне высокой. Да уж, игроки ждут анонсы GTA 6, а Роки нерфят доходы и в каких-то там ограблениях. На этом все мои дружочки-пирожочки, лучше под конец посмотреть на вот эту бричку, чем на разочарование Кайперика. Пишите в комментах, на какие брички в первую очередь сделать тесты или перетесты, ибо ничего нового нет, а голодными я вас оставлять не могу, надо ебашить контент. Естественно на Кайперика я скатаю, глянув что к чему и запилю видос, а вот с бричками нужно определиться вам. В общем жду обратную связь. Всем ББ, всем ГГ. Субтитры сделал DimaTorzok